Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы с девочкой в отношениях третий год, мне ей 23. Ну, смотрите, третий год это, в общем-то, кризис отношений. Очень часто в это время как раз у пары возникают всевозможные проблемы. В это время часто у пары возникают трудности определенные, но связано это в первую очередь с тем, что проходят чувства, чувства влюбленности проходят и появляется необходимость их чем-то заменять. То есть, грубо говоря, если получилось создать в отношениях заботу, получилось создать уважение, если между людьми присутствует интерес, взаимный интерес друг к другу. То, собственно говоря, такие отношения кризис проходят. Если ничего такого сделать не удалось, то начинается проблема. между людьми. Поэтому, в первую очередь, посмотрите, пожалуйста, на то, как вы воспринимаете свою девушку. То есть, если у вас к ней интерес, да, видите ли вы, чувствуете ли вы ее, вот, как лично. И, соответственно, если нет, да, вот, то тут вот есть, конечно, проблем. То есть, нужно смотреть, смотреть, кто тут, в первую очередь, на этот момент, в первую очередь. То есть, само собой, там есть нюансы, там есть свои тонкости, но, тем не менее. Дальше. Дальше. Идем. Отношения, наверное, через йорк, а любовь, подарки вовремя проводили вместе. Отношения, то есть, это страсти. Любовь, подарки вовремя, все очень здорово, вот, само собой. Это все очень прекрасно, но вы не понимаете, что в такой реальности, в такой реальности, когда вот так все происходит. Вот, значит, на второе место, в каком-то смысле, отходит, собственно, личность человека. Я опасаюсь, что именно это произошло с вами, с вашими отношениями. Вот. Ну, если честно, особенно, что у вас это первое отношение на банк получает. Вот. И, ну, как бы, тут, возможно, опять же, есть какие-то нюансы в данном случае. Все началось, я бы даже сказал, быстро. Да. То есть, это вот типичная, типичная ситуация. Вот. Вообще. 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 типичная ситуация. Значит, если мы говорим о страсти. Вот. Это ситуация вообще типичная. Типичная. К сожалению большому. Вот. И вот то, что вы описываете, это вот как раз, как раз про страсти. Вот. Потом, потом получается, что, что я опомнился. Вот. Вот. Ну, только вот уже, там, за что так, просто. Да. Вот. В нашем случае, и в случае многих людей, да, вот, по инерции, много, много людей, вот, по инерции, прибывают в отношениях. Через пару месяцев познакомились с нашими родителями, через год родители познакомились лично друг с другом. Но, ээээ, что есть хочется сказать... Здесь хочется сказать, что вот что, называется, колюцо сжимается. То есть, вы чувствуете, что отношения с девушкой это... Вот больше не foundedlene. Не столько ваша какая-то вотщина, да, сколько вот это уже такой статус, больше социальный статус, родители, статус от инструкции, и так далее, и так далее, и так далее. То есть меньше свободы появляется здесь. И я бы не сказал, я бы не сказал, что это прям что-то такое ненормальное, я бы не сказал, что это что-то аномальное, конечно. Потому что, ну, действительно, родители, они часто знакомятся, друг с другом общаются и так далее. Но можно понимать, что в этом контексте очень часто теряется автономность к большому сожалению. Сейчас теряется автономность людей. И если люди как-то психоэмоционально не окреплены, то вот как раз это начинает вызывать сопротивление. К сожалению. Ну, в принципе, на мой взгляд, это естественная реакция. То есть посмотрите, вот тут вот, где, как вы себя принуждаете, составляете, я думаю, что вряд ли вы это замечаете, но это, скорее всего, есть. Дальше. В это время начали жить вместе. Да, как вы пришли к этому. Мы к нам ещё стали жить вместе. К нам ещё, ну, как вы говорите, что всё это произошло быстро, что всё это случилось быстро. Ну, в какой-то момент, да, просто вы, вероятно, ну, стали чувствовать, что теряется контракт. Так что, ну, как бы, уже не всё, что называется, что называется, The Internet. Да? Вот. То есть всё, как бы, само собой уже происходит. Господи, с каждым годом у меня пропали чисто к девушке, я уже не могу сказать, что люблю её. Правильно? Само что... Пропал драйв. Пропало увлечение. Вы свели... Своё общение? Скорее всего. До уровня, вот, только... Какого-то быта. Вот. Понимаете? А, вот, если это происходит, то, действительно, это задает проблем. Поэтому, опять же, посмотрите, вот, как вы сейчас общаетесь. То есть, какой у вас общий интерес? Что... Что общего между вами? И если что-то, то, общее между вами. Вот. А, значит... Ну, если есть, да, что-то, вот, если есть общее что-то, то, что это? Да. То есть, что... Что общего между вами? Что вас объединяет сейчас? Да? Что вас связывает сейчас? Да? Если что-то, то, вот, вас объединяет. Если что-то, что вас, ну, что вас связывает друг с другом. Вот. Точно. Такой. Довольно-таки. Таки. Довольно-таки важный момент. Получается. Ну, в этой ситуации, да? Вот. Ну, и, соответственно, воспринимает человек, как, собственно, девушку, женщину, партнера. Не могу сказать, что люблю её. А что вы... Как вы это поняли? То есть, вот, что изменилось, что вы перестали вот считать, что... что её любят? Что изменилось в вашей ситуации? То есть, ну, что-то изменилось, да, очевидно. Вот. А что именно изменилось? Что... Что случилось? Что не так сейчас, да? Это вот очень такой, как мне кажется, важный момент. Вот. Потому что изменения, да, они на самом деле... А... Как бы, происходят. Изменения, они... Проистекают. Вот. А изменения... Это нормально? Да? Ну, вот, что... А... Значит, что... Люди вот... По-разному себе... По-разному себе воспри... Воспринимают... Воспринимают друг друга. Это нормально. Вот. Вот. Но что случилось именно у вас? Вот что... Я бы сказал... Инти... Ин... Интересно. Вот. Как вы поняли, что... Ну, конкретно вот у вас, да... А... Прошла любовь. Как вы это поняли? Что... Ну, это... Ага. Указ... То есть... Вам... Перестала... Там... Чего-то хотеться, да... По отношению к... Девушке... Вам... Чего-то хотеться... По отношению к... К ней... А... Чего-то другое, да... То есть... А... Ну... Попробуйте... Попробуйте увидеть... Что... Что поменялось... Ум... Она уверенно любит меня... Ничего не жалеет... Для меня... Поддерживает всегда... Ну... Я бы не сказал... Конечно... Что... Что... Я бы не сказал... Что если... Человек... Человек... Для вас... Ничего не жалеет... То... Это... Наше слово... Что это слово... Ничего для вас... Не жалеет... Что это... М... Вот... К... К сожалению... А... Вполне... Вполне возможно... Что это история... А... Про... А... А... Созависимость... Не больше... А вот... Про то... Что... Нет... Личных границ между вами... То есть... Что она у вас растворяется... Кстати... Это может быть еще одна причина... Которая... Пропало чувство... Слияния... А... А... Слишком близко... А... Друг... Друг... Другу... А... Ой... А... Вот... И... Если люди... Слишком близко друг к другу... Находятся... А... Вот... То... Это может... Приводить... А... Ну... К... 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 Отслаблению... Ч Из... То... А... Вот... Потому что... Происходит... То есть психика себя таким образом защищает от того, чтобы не быть подвергнутой деформации. Это мои первые длительные отношения, можно сказать, моя первая девушка, когда я встречалась с девушкой но здесь интересно то, как вы к девушкам в целом относитесь, очень интересный был бы этот момент, потому что от этого также зависит какая-то вот, ну как это сказать, динамика в ваших отношениях. Потому что если вы к девушкам относитесь просто как, значит, ну что вот она девушка, да, и всё. Это одно. Тут чувство, конечно, на мой взгляд, как-то быстрее придут к какому-то своему кризису, чем если вы воспринимаете девушку как своего партнера, ну партнера. глобального партнера, очень важно это понимать. Это вот момент, на который я бы хотел обратить сейчас ваше внимание. Ну, потому что, на мой взгляд, это важно. Я понимаю, что ещё молодой, и как бы это выразиться не нагулялся, у девушки уже было много парней до меня, и, скорее всего, уже надоела постоянная смена партнера, возможно, из-за этого у него не пропадает чисто камни. Нет, ну это, это ваши догадки, я бы тут так однозначно не стал бы утверждать, потому что причин может быть много, вот. Довольно, ну довольно, довольно много может быть причин для того, почему она так вот, почему не до сих пор чувствует к вам. Возможно, она, как раз таки, воспринимает вас несколько иначе, чем вы её. Вы её воспринимаете одним образом, она вас воспринимает другим образом, и до какого-то момента, до какого-то момента это работало. Вот. Ну, вот, это, в определённый момент, так скажем, перестает работать. В сожалению. Опять. Вот. Вот у вас это просто могло, просто могло перестать работать. Ну, а то, что вы пытаетесь рационализировать, говорит о том, что вот от своих чувств, да, вы вот, ну, в какой-то степени убегают сейчас, то есть, ну, как-то вот запрещаете себе переживать какие-то чувства. Вот. Вот. Ну, возможно, опять же, опять же, они вам не нравятся, эти чувства ваши. Вот. Возможно, вы как-то вот чувствуете вину за то, что вот, ну, что вы хотите с девушкой расстаться, да? Например. Ну, то есть, тут тоже очень важный момент. И со всеми этими аспектами нужно работать. Я хочу сказать, что ты их, потому что это не свобода. Вот. Потому что вы в этом не свободны, к сожалению. Вот. Ну, в таких вот своих реакциях. Вот. Так. С чего вообще? Я начал свой рассказ. На работе появился новой девочкой. Я увидел, прям влюбился. Пацаны думают, они пытаются незаметно посмотреть на нее, когда она проходит мимо. Но что нас привлекают? Чем? Ну, если вопросы тут интимного характера, да? То есть, ну, если вы просто испытываете к ней влечение, например, то это одно дело, в зависимости от того, что вам нужно, ну, можно вот этот момент поисследовать и, возможно, у вас есть некие трудности, собственно, в отношениях именно интимных возможностей. Ну, тут могут быть детали. Вот. Собственно, после этого я задумал, что происходит у меня в отношениях. Я пришел к выводу, что лучший вариант для меня будет расстаться с внешней девушкой. Ну, расставание – это не ответ на вопрос о том, что происходит в ваших отношениях. Вот. То есть, вы, конечно, можете расстаться с своей девушкой, но это вот не даст ответ на вопрос о том, что происходит. Да, вот. Потому что то, что происходит, да, как, ну, как вы говорите, в ваших отношениях, то, что происходит, не имеет отношения к расставанию. И расставание эти проблемы, ну, не решит. Вот. Поэтому можете расстаться, если хотите, если хотите, можете расстаться. Ну, постарайтесь держать в голове, что, как бы, что происходит у вас в отношениях, вы не знаете. Вы не знаете именно по тому, что вырастало, то есть откуда собственно брать информацию. Об этом нет, если вырастало. То есть, ну, тут все очевидно. Вот. Интересно также то еще, как быстро вы переключаетесь. Вот. То есть, вот вы говорили про девочку, хоп, и вы уже переключились на то, что нужно расставаться. Вот. Как бы это ни было, честно, вины у вас. Я, естественно, не знаю, так это или нет. Но если это честно винить, то это не самый лучший мотиватор для какого-то действия. Вот. Совсем. Это вот далеко не самый лучший мотиватор. Вот. Поэтому я и предлагаю вам сначала, сначала разобраться в себе. Вот. Сначала. Сначала поисследовать свои чувства, да. Вот. Что, как у вас происходит. Вот. Что вы чувствуете к девушке. И вот как-нибудь менялось ваше к ней отношение, да. А уже потом, потом, когда это будет как-то, ну, более-менее понятно, да. Что вам делать. Что вам делать. Мне кажется, что это решение, максимально решает вас, вот, каких-то таких действий, которые несколько, ну, не соответствуют. Тому вот, чего бы вы хотели. Вот. Вот. Такой. Я бы сказал. Взгляд. Вот. Как это сделать. Все-таки встречаемся, живем вместе долго. Для родителей это будет шок. Ну, сначала просто забраться в себе. Потом просто выразить чувства девушки. Своей. Да. Будет больно. Да. Будет неприятно. Вот. Скорее всего. Но это легче. Это легче. Существенно легче. Существенно. Значит. Когда вы понимаете, что чувствуете и понимаете, чего хотите. Вообще. Все-таки так. Мне очень больно говорить девушке об этом, но в то же время понимают, что я не достойна этого приятного человека и не хочу мучить ни её, ни себя. Ну, тут вот вы себя объясниваете, тут вы себя начинаете обучивать. Это чувство вины, как я сказал, плохой мотиватор. Для принятия каких-то решений. Плюс-плюс мне кажется, что вы, возможно, испугались, ну, серьезных отношений. Вот. И вот у меня такое ощущение, что вы могли испугаться с реверных отношений. Вот. И, значит, вот. Начали так с реверных отношений. Испугались, вероятно, тех аппетитов, которые вот, ну, которые перед вами начали, ну, как-то вырисовываться. Ну, и вот, значит, захотели дать задний ход, да. Ну, это, в принципе, нормально, на мой взгляд. Ничего, ничего необычного, чего-то в этом нет. Ну, опять же, в этих идеях заключается только то, чтобы вы сделали то, что вам действительно хочется. Понимаете? В чем, в чем, в чем штука. А не то, что вот у вас, ну, паника. Понимаете? Это вот, это вот не одно и то же. Просто. Поэтому вот на эти вещи все, да, я и пытаюсь обратить вам внимание. Ваше. Вот. Самое самое, ну, как мне кажется, как мне кажется. Расстаться. Вы успеете всегда. Вот. А вот. Разобраться в своих отношениях. Самом себе. И чтобы получить опыт, да. Это вот гораздо важнее и ценнее. Поэтому рекомендую не спешить, не торопиться. Вот. А пойти на психотерапию к психологу, разобраться со всем. И вот уже после этого, да, принимать решение. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволь вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Удачи. 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 Удачи.